Одесские правоохранители рассказали подробности спецоперации по освобождению заложников на привозе. Вчера во второй половине дня мужчина с пистолетом и, как сейчас уже стало известно, муляжом бомбы, зашел в аптеку и сначала потребовал врачей для своей больной матери. Ну а затем центральное телевидение. Потому что он недоволен властью в стране. Двоих заложниц захватили посреди одесского рынка привоз. С половины третьего в эту аптеку зашел мужчина с сумкой, из которой торчали провода. Внутри, по его словам, была бомба. Кроме того, налетчик имел при себе нож и пистолет. Вошел в здание торгового центра, зашел в аптеку, захватил двух женщин, которые работали в аптеке, заложниками и начал требовать, чтобы мать его лечили, потому что она больная. Квартал немедленно перекрыли. С захватчиком начали переговоры. Прежде всего, обеих заложниц обменяли на начальника криминальной милиции. Тогда нападающий потребовало вызвать к нему прессу. Начали требовать, чтобы строительство отучили работников милиции, и были запрошены работники средств массовой информации. Под видом журналистов в аптеку зашли переодетые милиционеры. Они разоружили налетчика, а группа захвата из спецназа задержала его. Во время захвата никто не пострадал. Милиционеры не сделали ни единого выстрела. Работники рынка, говорят, не успели даже испугаться. Перекрыли дорогу, не пускали людей. Ну, забежал спецназ, вывели мужчину и все. Вниз головой, руки вверх. Увидели, когда они туда вошли. Все, вошли, вышли, вынесли. Да, вынесли молодого человека и все. Никого шума не выстрела, ничего не было. О захватчике известно, что ему 50 лет. У мужчины были два требования. Вылечить его больную мать и присоединить Одесскую область к России. Правоохранители уже почти уверены, пистолет нападавшего был пневматическим, а бомба – муляжом. По речам, вылеченным из миссии скуренного злочина, призначены экспертизы, после проведения которой будет надана оценка, стосовно того, чьи это выбуховый пристрел, чьи это вагнепальная зброя, чьи это муляж. На теперешний час порушена лишь криминальная проважность за части 1 ст. 147 Криминального кодекса Украины «Закопление и зарушение». Уже завтра задержанному выберут меру пресечения. Прокуратура потребует арест на два месяца. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал.